добрый день коллеги ко мне очень часто приходят психологи которые говорят такую фразу я интроверт я психолог интроверт и что мне делать я не люблю рассказывать про свою жизнь я не люблю показываться в социальной сети я не люблю снимать видео я не люблю писать тексты вообще что мне делать есть два типа интровертов первый тип интровертов который вообще ни при каких условиях не хочет ничего писать ни про себя в социальных сетях не только в социальных сетях вообще на своей странице где либо вообще размещать какую-то информацию себе ну то есть вот прям по минимуму и которые вообще не хотят ни писать никакие тексты никакие видео снимать ну то есть вообще вот все и мало того еще не хотят никого в друзья добавлять и когда я спрашиваю как люди узнают про вас они говорят что по сарафанному радио все уже наверное слышали да что сарафанное радио как я говорю может работать еще на вас там 10 лет и через 10 лет возможно вы кого-то привлечете через сарафанное радио и даже выстроить какую-то систему получения дохода и я надеюсь что вы сможете заработать 100 тысяч рублей в месяц на сарафанном радио через 10 лет как минимум но на самом деле есть вторая группа интровертов и к ним отношусь я в том числе потому что мне очень хорошо одной мне очень хорошо вот в моем мире и я могу читать книгу бесконечно могу смотреть видео учиться заниматься чем-то своим любимым делом и быть только в кругу семьи и больше мне в принципе никто не нужен но я на самом деле с удовольствием пишу и делюсь теми знаниями которые у меня есть это не значит что вы все должны писать про свою личную жизнь рассказывать что-то про своих детей насколько вот вы в курсе у меня есть взрослый сын ему 26 лет и я практически нигде не пишу про него потому что это его жизни мне не хочется его совершенно как-то выставлять социальные сети очень-очень редко я выставляю наши фотографии совместные где мы с ним вместе куда-то ездили или встречались или проводили фотосессию вот один раз в прошлом году я прошу всегда его разрешение на публикацию его фотографий и с очень-очень большой аккуратностью отношусь к информации которая касается моей семьи то есть я практически никому ничего не рассказываю ни про свою личную жизнь и про свою семью все знают да что у меня есть мужчина который я люблю который меня любит все знают что у меня есть семья родители сестра там брат наверное тоже не все знают но неважно смысл в том что я практически не выкладываю никакую личную информацию кроме истории которые как мне кажется могут быть поучительны и познавательны для других людей и истории эти чаще всего касаются моей жизни вот повседневной текущей я встретила кого-то на улице с кем-то разговаривал куда-то поехал опять же кого-то встретил я люблю задавать вопросы и тем самым привлекаю читателей людей которые с удовольствием читают и комментируют и иногда даже записываются в клиенты потому что моя лента фактически не является источником поступления клиентов она всего лишь моя ленты и для того чтобы люди читают для того чтобы была некая какая-то вот известность и бренд и для того чтобы вот это вот напоминание консультанта о счастье о том что я занимаюсь исполнением желаний веду группы 30 маленьких шагов уже вот второй уже третий год пойдет скоро да вот сентября начнется третий год группы по исполнению желаний которые я веду онлайн и соответственно это вот для этого образа который я поддерживаю в социальных сетях и он есть и еще раз говорю информацию выкладываю прям по минимуму особенно то что касается личной какой-то жизни и есть вариант когда я учусь снимать эти видео мне на самом деле вот в прошлом году когда я начинала снимать видео я готовилась каждому 15 минутному видео по не знаю там целый день я ходил я вздыхал я понимал что у меня сейчас будет прямой эфир и как это тяжело и прочее прочее сейчас я снимаю прямые эфиры не готовясь сейчас я снимаю прямые эфиры по одной какой-то теме и соответственно выдаю какую-то пользу в данном случае я выдаю пользу для психологов для коллег потому что это моя специализация потому что я занимаюсь продвижением психологов и занимаюсь этим уже очень успешно в течение семи лет и читая лекции студентам и выпустила книгу видео курс и сейчас каждый месяц улучшаю 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 знания изучаю американский маркетинг и учусь у андрея парабелла в коучинге поэтому с огромным удовольствием рассказываю и делюсь тем что есть и так что же еще может делать психолог интроверт психолог интроверт может писать или публиковать статьи не обязательно свои можно делать перепосты можно делать перепубликации тех статей которые касаются именно вашей темы именно вашей ниши и тех людей с которыми вы работаете помните мы работаем в рамках узкой специализации я готова рассказывать про эту ошибку каждый день лишь бы напомнить вам о том чтобы вы выбрали какую-то узкую специализацию и были в ней специалистом для того чтобы люди вам доверяли и так второй вариант можно публиковать свои какие-то статьи текущие про текущую жизнь и можно публиковать вот статьи коллег других коллег то что вам показалось интересным и тем самым точно так же собирая публику собирая людей которым вы можете быть интересны по поводу видео это вот третий вариант когда вы просто берете даете какое-то обещание и учитесь снимать эти видео то есть я снимала эти видео сто дней подряд и один день одно видео сейчас уже сто дней закончились видео я продолжаю снимать потому что это оказалось очень полезным для привлечения людей опять же которым интересна тема продвижения вы можете по своей какой-то теме снимать эти видео особенно если вы спокойно к себе относитесь на видео и не паритесь по поводу того какая у вас прическа как вы одеты какие у вас руки не такие там зубы не такие нос не такой еще что-то не такое если вы не паритесь по этому поводу и спокойно относитесь к своему голосу спокойно относитесь к своей внешности темпу речи вот например у меня очень быстрый темп речи особенно на видео я стараюсь как можно быстрее сказать все что хочется сказать на самом деле я могу говорить очень медленно и спокойно, и рассудительно, особенно когда работаю с клиентами. Поэтому выберите для себя вариант, как вы будете представлены в социальных сетях, и насколько вы готовы действительно открыться миру, насколько вы готовы делиться с миром теми знаниями, которые у вас уже есть, и которыми вы, безусловно, обладаете, отучившись в университетах, в многочисленных курсах, насколько вы хотите делиться этими знаниями, либо оставаться интровертом и не делиться, и не рассказывать ни про себя, ни про свои знания, и тем самым работать на очень-очень узкий круг клиентов. Вот, и как вы будете, как ваши клиенты... Задайте себе сами вопрос, как ваши клиенты или потенциальные клиенты о вас узнают. Просто поживите с этим вопросом. Как клиенты о вас узнают? Если вы не слышали про сарафанное радио, я сказала в начале этого ролика, посмотрите еще раз этот ролик. На сегодня все. Я желаю интровертам потихонечку открываться, открываться своим потенциальным клиентам, открываться тем людям, которым вы, возможно, действительно нужны, которые ждут вас, которые ждут вас, и они живут в Америке, они живут в Германии, они живут в Лондоне и в Барселоне, и в других городах по всему миру. И вы можете работать онлайн с вашими клиентами и общаться с ними раз в неделю точно так же, как и с клиентами, с которыми вы работаете вживую. Поверьте, эти люди точно так же нуждаются в психологических услугах, у них точно так же случаются в жизни разные события, и этим людям вы тоже можете помочь. И эти люди хотят работать с русскоговорящими психологами. Тем более, что для них, по сравнению с нашим курсом, с нашей валютой, эти деньги не такие уж и большие, те деньги, которые обычно заявляют русские психологи, это вполне приемлемая сумма, с которыми иностранные люди готовы справиться. Мало того, у иностранцев, у иммигрантов есть уже в голове установка по поводу того, что ходить к психологу – это нормально, по поводу того, что длительная терапия – это нормально, что проблема не прорабатывается за одну какую-то встречу. Поэтому с ними работать намного легче и намного интереснее, чем с русскоговорящими, которые находятся в России. Если вы умеете говорить на английском, немецком, испанском и других языках, то уверена, что у вас рынок еще больше расширяется, когда вы заявляете о себе как англоговорящий психолог или испаноговорящий психолог, франкоговорящий психолог. То есть рынок раскрывается еще больше. Открывайтесь и приходите в мир онлайн-психологии, делитесь своими знаниями. Всем ромашек на сегодня все, счастливо! До завтра!